виталий приветствую тебя очередная неделя собственно наша первая встреча мы начинаем эту пятидневку смотрим опять же на те события которые впереди в плане фундамента какие-то значимые макроэкономические статистические релизы я всегда озвучиваю но заранее могу сказать что эта неделя не такая точно как прошлое потому что статистики будет не так уж и много вообще считаю что ближайшие торговой сессии можно сфокусироваться и лучше сфокусироваться только на канадском долларе если говорить о фундаменте будет несколько отчетов по канаде и канадским долларом я торгую давно на своих брифингах в принципе очень часто озвучивают перспективы этого инструмента но сейчас на этой неделе будет два отчета это инфляция и ироничные продажи которые разумеется повлияют на будущее решение банка канады по процентной ставки и могут эти релизы в принципе стать очень неплохим основанием для какой-то более выраженной динамики канадского доллара но это отчеты опять же конца недели начиная со среды до этих пор конечно же нужно уметь искать возможности которые есть и в других инструментах ты прекрасно помогаешь в этом плане с техника и сегодня традиционно расскажешь где видишь профит который можно урвать по активам так давайте демонстрации экрана посмотрим на то что есть у нас в моменте и что было в прошлый раз так ну традиционный комментарий с фондового рынка который как мы видим сейчас снова возгновил восходящее движение 4680 пунктов практически если говорить о максимальных уровнях которые мы увидели некоторое время назад и текущих значениях можно сказать что рынок в одном шаге того чтобы вернуться к этим рекордным показателям и возможно претендовать на движение еще выше не сгибаемый тренд покупателей прям ничто не может распугать даже данные по инфляции которые были опубликованы на прошлой неделе напомню что инфляция в штатах по всем показателям начиная от месячного индикатора годового инфляции даже базовая инфляция которую не учитывают продовольственные цены и цены на энергоносители все это не стало причиной более серьезной коррекции на фондовом рынке которая могла бы перерасти какой-то нисходящий тренд и если говорить по фундаменту можно ли было последние данные по инфляции интерпретировать таким образом чтобы обрушить фондовый рынок да можно было бы если бы участники рынка точно поверили бы в то что такая инфляция напугает фрс и заставит американский регулятор примкнуть к другим регуляторам которые предпочитают не ждать а уже сейчас принимать решение по ужесточению политики в виде повышения процентных ставок но судя вот потому что фондовый рынок установил исходящее движение пока что эти опасения не так уж очевидно оно и понятно ведь после данных по инфляции у нас не было возможности послушать обновленной версии федрезерва никто из более-менее авторитетных чиновников еще не выступал сам на пау также не давал пресс-конференцию у нас будет возможность ну к примеру вот извиняюсь что перебью но тебя допустим удивило да вот такой момент что вышла инфляция выше ожидаемый да вот по фондовому рынку ну реакции практически вот момент момент новостей ее не было да вот по S&P 500 тут я вечером как раз вот когда выходили данные там практически мы находились в таком маленьком-маленьком боковичке и рынок стоял на месте по сравнению с золотом да который мы с тобой обсуждали о возможности ланга да из золота мы знаем на данные по инфляции в космос улетела сразу же там на тот же индекс доллара ну и другие связанные с ним валюты тоже была реакция там не сразу ну где-то в течение там часа-двух была реакция какая-то ну вот по S&P 500 я пробовал даже был немножко шортить вот с текущих уровней которые были пятницу вот этих ну оно там чуть-чуть сходило вниз и да от купили пока тоже странно как сказал один трейдер вот недавно смотрел говорит вот до 2008 года или когда это было фундаментальный анализ работала после ног после него как начали печатать деньги то есть здесь все упирается в деньги и все понимают прекрасно что регулятору тоже сложно сейчас принять какие-то агрессивные меры да прекратить сильно печатать деньги это просто обрушит ну все обрушит что есть на сегодня ну конечно же зависимости от ликвидности это как наркотик для инвесторов и конечно же пресса вынуждены из-за ковида наломал дров вот этими бешеным экономическим стимулами хотя наверное сейчас просто критиковать регулятор возможно это действительно было единственное верное решение которое можно было принять потому что если бы эти меры не были приняты ну где бы сейчас был фондовый рынок не согласен с тобой тоже недавно как раз смотрел выступление одного аналитика который работал ранее голлман сакс и он говорил там девушка она с россии тоже говорит ну а как вот правильно ты сказал а что делать тут если бы он это не сделал да не напечатал кучу денег не влил в рынок не раздал населению то это было бы на сегодня еще хуже то есть было бы скажем не то что как пандемия в кавычках которые у нас на сегодня происходит да в мире а был бы реальный кризис и многие бы без работы остались потому что все бы легло но скажем это с одной стороны да они сделали время на поддержку но в долгосрочном формате я думаю что это окажет это просто тянуло проблему на на позднее на позднее время и они в принципе возможно бы за если за это время решили бы какие-то проблемы но они в принципе ничего не решали то же самое как помнишь было в 2008 году кризис по поводу ипотечных бумаг да где там вот эти cdo куча производных инструментов они на сегодня остались еще больше 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 триллионов и поэтому никто никакие проблемы не решил и и и сейчас тоже поэтому я думаю что будет время когда это очень хорошо схлопнется все как некоторые когда как некоторые бумаги на сегодня в принципе есть на американском рынке которые растут космос да есть некоторые падают тот же китай если сравнить вот я думаю что когда-то это придет к американскому рынку и европейскому рынку согласен с тем что кризис неминуем потому что хотя бы история такая штука что она повторяется и если разбирать циклы которыми можно объяснить вообще все что происходит в макроэкономике в глобальном масштабе спад сменяется ростом активный рост сменяется таким же активным спадом то есть кризис от 2008 года я не считаю что кризиса общественного здравоохранения связаны к видам это кризис финансового характера нет другая проблема с которой столкнулась экономика но кризис финансового характера вот такой как мы видели 2008 году он даже с учетом всех циклов исторических прецедентов должен нагрянуть вот-вот ну это не значит там не через месяц там возможно хотя действительно все возможно это значит то что в ближайшие несколько лет точно что-то произойдет и фондовый рынок будет конечно же в числе первых терпевших потому что фондовый рынок это самое перекупленное что ну в сша а может быть и не только хотя там европейские рынки но там там сейчас такие данные бывают что за последние там 100 лет таких такого роста там по S&P 500 там течение там какого-то ну знаешь там разные промежутки времени там за последние там 20 дней на индекс растет то есть там много очень сейчас мы рекордов ставим по по рынку и самый плохой еще момент есть что многие трейдеры которые пришли на рынок которые инвестируют на рынке там в акции и они еще не были в том рынке который падает да они привыкли что что не покупаешь но там в основном там какие-то голубые фишки так скажем они растут то есть они еще не попадали на то что рынок проваливается очень сильно и когда ты еще с плечом небольшим даже на на тех же акциях торгуешь там получается маржин колл да так ну в отношении фондового рынка опять же на бумберге видел интервью интересное с аналитиком сеть то что ну я разделяю точку зрения что инфляция которая вышла это безусловно шокирующие цифры потому что они превзошли все ожидания почему фондовый рынок устоял сша может быть отчасти его стойкость обусловлено тем что мы помним сезон квартальных отчетов который в принципе уже завершился там за этим исключением казалось неплохим компании обросли сейчас жирком виде небольшой ликвидности который позволил им сохранить ликвидности вот в условиях таких астрономических немыслимых и шокирующих цифр по индексу потребительских цен но и самое главное что инфляция не всегда плохо для компании если это инфляция не приводит к получению процентных налог в данном случае по фрс у мы только лишь можем догадываться и предполагать что да фрс тоже испугается тоже начнет повышать процентные ставки но как я уже отметил в начале нашего с тобой эфира это пока наши только лишь предположение догадки пока мы не услышим павла в новой версии после выхода данных по инфляции мы не поймем в принципе что будет дальше надеюсь то что фрс лице джерома павла будет конкретен уже через неделю напомню у нас будет возможность как ознакомиться с обновленной версии по перспективам монетарной политики со стороны американского регулятора интересно что ведь паул вот-вот скорее всего будет заменен лаэль брейнер которая хотя бы только из-за того что она демократа не республиканец как паул я думаю что точно кадровые перестановки необходимы особенно с учетом того что сейчас происходит с политическим рейтингом байдена которому нужна предсказуемая монетарная политика и в принципе там монетарная политика которая устраивала бы его тоже вот по поводу инфляции то есть ну если реально посмотреть вот сейчас как раз на днях читал одного трейдера аналитика довольно известного в наших кругах вас сюда и он такой пишет ну я буду пропускать некоторые слова в своем телеграм-канале то есть йогурт за два года назад стоил там этом москве 40 рублей сейчас йогурт стоит 80 рублей то есть инфляция сто процентов там машины там там он приводит какой-то пример там за 3 миллиона сейчас стоит 5 миллионов да а сенпи за это время выросла там условно на 39 процентов за это время и то есть как видим на некоторые товары инфляция вот то что нам показывает офис хотя достаточно большая инфляция в сша выше там двух процентов но на некоторые товары мы видим инфляция за последнее время да и там где-то и 20 и 30 и 50 и 100 где-то и больше на некоторые продукты питания она достаточно космическая это ну то есть напечатали денег и как он говорит гореть в аду лагард и пауэллу ну да опустим ладно вот эти воинственные комментарии опять же мы не знаем как мы его подступили если бы у нас была возможность принимать какие-то ответственные решения и ну кто мы такие чтобы судить руководителей ведущих регуляторов мира у них наверное больше опыта и понимания того как что нужно делать в общем поживем увидим все друзья разрешится свершится на наших глазах и глобальный кризис как я уже отметил как бы все хорошо не было сегодня сейчас и возможно завтра все равно неизбежен а сейчас вероятность этого кризиса она все выше и выше пока что как действовать по фондовому рынку я предлагаю ну рад уж у нас больше недели пока затишье от фрс точно не будет никаких заявлений я думаю что рынок можно оставить творится собственном соку вот этих ожидания того что все неплохо все хорошо и дальше можно расти дальше короче здесь нужно действовать по тренду покупать и ждать обновление исторических массу это рекомендация номер один номер два номер три по поводу рынка золото давал рекомендацию действовать через отложку но вот к сожалению до отложки мы не дотянули но в целом тенденция была обозначена верно потому что фондовая точнее золото выросло до 6 месячного максимум до 1861 доллар за тройскую унцию в моменте золото понятно выросло потому что инфляция скакнула вот повторю что индекс потребительских цен сша сейчас 64 процента базовая инфляция 46 это максимальное значение с 1980-х годов то есть за 31 год друзья очень круто то есть даже те кто был уверен что инфляция вырастет не ожидали что настолько но есть то что есть индекс потребительских цен шокировал всех и четверг-пятницу я ставлю меня ключом блогер действительно первый вопрос который задавали студии всем как так почему фрс не увидел риски такого значительного роста потребительских цен ну опять же не будем уходить на второй круг понятно что нужно ждать позицию американского регулятора напомню что золото это исторически проверенный инструмент хеджирования всех рисков том числе инфляционных когда возникает прецедент такого роста инфляции как сейчас логично что трейдеры начинают искать альтернативу защиты собственных средств которые позволяют минимизировать потери свести их к каким-то ну контролируемым значением и золото вот его спряло духом на этом фоне доходность американских облигаций кстати тоже выросли но повторяю что сейчас они вообще не имеют никакого значения для золота потому что на фоне реального показателя по инфляции реальная доходность по казначейским трежерисом отрицательное но там не заработаешь золото пока смотрится вверх друзья я рекомендую опять же если говорить о вот светом текущих значение уровне оптимальные для покупки дождаться также коррекции но наверное она должна быть в район 1840 там уже выкупать с целями уже на уровне 1900 это кстати цели отгона с акции сити что золото вырастет но у них правда горизонт первого квартала 22 года а я считаю что золото достигнет 1900 долларов за тройскую унцию уже в этом месяце и возможно даже самые ближайшие дни так еще была сделка прошлый раз по рынку нефти свои 85 долларов за баррель был я сделки рекомендовал там небольшой профит был потом рынок развернулся к сожалению сделка была закрыта по стоп-лоссу я думаю что целом позиционный рынок нефти по-прежнему смотрится вверх хотя бы из-за вот тех же самых причин которые я озвучивал ранее самый главный из них это недооцененный риск того что дефицит предложения может оказаться куда более значительным чем ожидают многие я не думаю что нисходящая динамика была была вот настолько выраженной скажем так если бы вот не доллар который значительно укрепился конечно же ударил по всем сырьевым инструментом если бы доллар не показал такого роста рынок нефти так и продолжил был болтаться в районе 85 около того я предлагаю сделку дождаться коррекции в районе 80 80 20 здесь купить стоп-лосса на отметке 79 это и к профилям 85 долларов за баррель короче как бы резюме на фондовом рынке на золоте и на нефти я пока что сфокусируюсь в среду еще перед статистикой по канале будут рекомендации по паре доллар канализ виталий слово тебе демонстрация пошла так демонстрация пошла на и так давайте пройдемся по тем активам которые я прошлый раз говорил так у меня почему-то видео отключилось но ничего наверное плохой интернет и так евро доллар прошлую пятницу я советовал шортить то есть мы находились где-то на отметке там 1570 плюс минус если не ошибаюсь это вот здесь со стоп-лоссом за хай который был у нас в районе там 1610 с целями 1.15 1.14 1.15 мы сделали тот же день 1.14 мы практически сделали возможно еще доделаем не факт время покажет да но здесь я бы уже если кто там шортил выходил с шортов или там очень очень близко стоп-лосса подтянул допустим если кто сидит в шортах за условно хай сегодняшний там больше там 10 20 пунктов так как здесь ближайшее время я ожидаю возможного разворота тренда по евро доллара как и по индексу доллара но пока каких-то сильных признаков нету есть только один момент это была дивергенция на прошлой неделе на h1 она в принципе себя отработала но никаких каких-то сильных движений не было по сравнению с тем же фунтом а с риским долларом новозеландским долларом канадским долларом евро практически на месте болтается присутствует также дивергенция почему я говорю о возможном развороте это дневной темфрейм дивергенция по евро доллару плюс здесь если убрать дивергенцию то есть если взять технический анализ здесь есть фигура технического анализа диагональный треугольник который возможно заканчивает данный тренд и мы улетим очень сильно наверх но чтобы об этом всем говорить чтобы хорошо купить и надежно можно с текущих но это очень рискованно потому что мало факторов для покупок но они есть а если уже нарисуется хороший паттерн условно было прошлом месяце вот здесь в октябре я советовал тоже покупать думал мы отсюда уйдем глобально наверх но это всего было на всего небольшая коррекция но можно было плюс закрыть ее тоже был хороший импульс и который показывал о возможном развороте плюс модель зеркальная на текущий момент если мы что-то такое нарисуем я уже буду так вот махать транспарантами покупаем евро и с долгосроком наверх плюс если учитывать что по евро у нас вот это все движение которое идет вниз за последний там год да но если это коррекционные движения после импульса двадцатого года наверх мы получим хороший хороший процент наверх но это пока скажем предположение все звезды не сложились в одну линию дальше был также индекс доллара которым я говорил на прошлой неделе в понедельник шортили мы данный индекс где-то на отметке получается мы шортили 94 30 в среду я советовал перенести эту сделку без убыток почему потому что евро доллар видел в шорт и не исключал добой индекса доллара в район 95 мы в принципе это сделали здесь аналогичная картина зеркальной евро доллару пока есть предпосылки на разворот данного индекса но нет хороший хороший очень модели кого-то на импульса вниз и коррекции понятный для шорта поэтому вот эти все возможные покупки евро и шорт индекса доллара это с категории очень очень рискованно то же самое касается канадского доллара напомню еще на позапрошлой неделе когда мы обсуждали данный инструмент я рассматривал только покупки и где-то в районе там 1.2370 потом повыше где-то в районе 1.24 я советовал покупать в принципе мы неплохо показали рост неплохой такой на текущий момент пока подожду среды аналогично если в там среду там утром что-то нарисуется буду тоже аналогично советовать потому что возможно это коррекция мы дальше уйдем наверх нужно хотя бы перекрыть вот этот импульс который был наверх и потом уже говорить о возможной смене там тенденции вниз пока сложно дальше ну и с п 500 там без комментариев в принципе обсудили китайский индекс который на наши слушатели просили рассмотреть на прошлой неделе понедельник я был нейтрален по данному и но не исключал покупку в среду я уже в принципе более-менее советовал покупать данный индекс со стоплосом за минимум вот этот локальный локально мы в принципе отработали идею глобально ну если в индексы с такими ожиданиями планируют до нового года расти возможно подтянет и китайский индекс наверх плюс если еще байз где-то должна была быть или будет встреча или звонок байдена и и китайского лидера что-то такое проходили проходило по новостям возможно вот именно на этих новостях китайский индекс и на прошлой неделе прострелил наверх хорошо поэтому кто ранее покупал удерживаем возможно без убыток перенести сделку новые покупки кто ранее не покупал возможно совершать с текущих это 90 90 с стоплосом там за восемьдесят восемь ноль ноль посмотрим потому что тоже раньше было много таких прострелов наверх по китайскому индексу но они показывали там иногда новые минимумы но пока мы в текущем месяце не показали возможно будет какой-то отскок по данному индексу обязательно стоплосы чтобы мы там не провалились вниз и там снова остались по данному инструменту по нефти ну пока сложно сказать я вот когда мы с тобой обсуждали на прошлой неделе еще был нейтрален и в принципе там за какой-то лонг а вот после вот этого импульса который был вниз я вот своим ученикам и в принципе ученики сами написали писали и виделись что здесь шартовый момент открывается локально мы как-то падаем но посмотрим сложно сказать на каких какие-то лонги очень сложно говорить нужно чтобы вот эту картину всю сломали у нас сильный импульс есть вот на прошлой неделе и возможно мы будем падать поэтому вот так ну что еще с валют можно добавить такого конкретного но тоже сложного это австрийский доллар он очень похож с новозеландским долларом здесь картинка чуть лучше по сравнению с евро долларом индексом долларом возможно здесь покупки рисуются достаточно сильные возможно рассматривать покупку по средскому доллару с или даже новозеландский доллар о нет давайте новозеландский доллар он не чуть лучше нравится покупка с текущих это 070 55 все что принципе выше пятничного минимума я бы советовал покупать обязательно стопло ставить за минимум пятницы потому что если здесь провалимся то я пока так и до конца не понимаю сложные картина мы здесь это была коррекция в текущем месяце мы дальше улетим наверх или это новый тренд и мы обновляем минимум октября сентября августа текущего года поэтому покупка с текущих с целями на возможный перехай и выше кто там любит больше австрийский доллар в принципе картина аналогичная то есть как то вот так возможный канадский доллар вместе с ними будет ходить ну да насчет канадца уже тогда ближе к делу посмотрим среди я думаю что да здесь тоже в принципе обязательно стоп лосс и риски соблюдать потому что это такие сложные моменты это коррекция у нас сейчас идет и в принципе начинает откупать или это просто новый тренд и мы дальше уйдем вниз поэтому обязательно стоп лосс и пока все мне спасибо виталий за комментарии следим смотрим следующая встреча в среду вернемся к этим торговым идеям обсудим что изменилось что было правильным что неправильным друзья в общем вместе с вами остаемся следить за финансовыми рынками не выпускаем интересных возможностей если что-то находим делимся с вами поэтому не забывайте подписываться ставьте лайки это очень важно это мотивация продолжать действовать том же ключе и давать вам как можно больше контента виталий спасибо тебе картинка смотрю завитла но ладно звук есть спасибо тебе за твои идеи тоже хорошие тени недели и увидимся в следу все пока удачи пока